Всем привет, друзья! Это канал Morgan Games. Мы продолжаем. С вами Ведьмак 3 Дикой Охоты. У нас Геральт так по-летнему одет. Шортики, футболочка, чё ещё нужно. Короче, Ведьмаку летом-то ничего не жмёт, ничего не натирает. Мы продолжаем так ходить. Так, нам нужно к предстыле сейчас рассказать ей, что мы нашли ублюдка младшего-то. Подожди, ничего, да, чё-то я куда-то не туда пошёл. Погоди-то выход. А, она же на втором этаже, Зимородка. Рассказать, что мы нашли ублюдка младшего, и рассказать ей, что о Лютике он толком-то ничего не знает, в принципе. Только расскажем ей, что мы от него узнали, и всё. Опа. Подкат такой, нормально. Подпаивает, а потом дама ему думает, что даст. Хорош. Так, где предстыла? Предстыла, походу, на третьем, это нет, на втором. Блин, честно говоря, в шортах, наверное, перед дамой как-то разгуливать не камельфо, не знаю, как не особо хорошо. Но мы потом переоденемся, когда пойдём к Трису же. Мы потом зайдём за штанами к какому-нибудь кузнецу. Привет, предстыла, как я тебе? Как мой новый прикид? Чё тут разбросал это всё, а? Здорово. Смотри, ты тоже так можешь одеться. Лифончик там, купальничек. Здорово. Удивлена? Я добрался до ублюдка-младшего. И что? Ты узнал что-нибудь? Цири и Лютик должны были украсть для него казну Дикстри. В обмен ублюдок обещал найти кого-нибудь, кто починит филактерий Цири. Она связалась с этой сволочью. Невероятно. Все знают, чем заканчиваются договоры с Вильей. Цири была в отчаянии, но ты права, это была не лучшая мысль. Ублюдок ранил Цири и пытал Дуду. Дуду? А при чём здесь он? Похоже, Лютик попросил его помочь Цири. На счастье, Дуду сумел сбежать. Теперь, наверное, где-то скрывается. А что с Вилли? Он мёртв. Вот и всё. До свидания. А чё, даже ноль реакций, я ублюдка-младшего убил. Не каждый раз таких подонков убивают, а? Ты хоть сказала бы хоть что-нибудь, там, молодец, там, не знаю, дай тебе поцелую. Хотя, ладно, это девушка Лютика, не буду же я её уводить. Хотя мог бы, смотри, такой-то хлопец, как я, в шортах, всё нормально. Тут волосатая грудь, он с рубахи торчит, медальоны висят, всё нормально. Хе-хей, хорош. Короче, мы ей рассказали и отчитались, правда, не знаю, зачем. Наш-то ничего нам поможет, в принципе, не сможет. Нам только Трис сможет помочь. А Трис надо встретиться на закате. Пошли теперь, погодь. Пошли теперь на площадь Иерарха. Сейчас посмотрим, там у нас какой-то знак восклицания-то был. Посмотрим, что он означает. И там же, вроде как, есть кузнец, у него закупимся штанами. Хоть какими-то, чтобы у нас в шортах эти уже не позориться. Ой, не знаю. Так. У нас тут какое-то задание есть. А ну, подожди. Так и я там был. Так а мы с плотвой там скакали-то уже. Точнее, не с плотвой, а с, как его там, громом, то ли как-то ветром, то ли хер знает. Обгоняли этого Морвана Ворхеса. Это что-то новое уже, да? Я стреляю в венерической болезни. Фу! Я пошел от тебя. Подожди, так а что ты задание не даешь? Венерозный ты, а? Ну, конные скачки. Так давай. Рифму он ищет. Да, господи, ты. А почему я не могу задание захватить-то у него, а? Потому что он страдает венерической болезнью, или почему? Бред какой-то, честно. А должно же быть задание-то, ну? Я к ним обращаюсь, а нихера не происходит. А может тут? Надо взять, а? Да кто же ж нифига? Аферист. Осторожно, вор. Да я тебя слышу, ты страдаешь венерической болезнью, больше ты мне ничего не говоришь. Ааа, тут приглашение надо было взять, тьфу ты ну ты, блин. А с ним лучше не разговаривать, потому что заразимся. Геральт, конечно, иммунитетен ко всему, ну блин, но винические болезни, мало ли, мало ли. Внимание, внимание! Жители и гости вольного города Новиграда. Достопочтенное семейство Вигельбудов имеет честь пригласить вас на ежегодные большие скачки имени Эразма Вигельбуда. Приглашаются и зрители, и наездники, желающие принять участие в состязаниях. Как обычно, скачки состоятся неподалеку от поместья Вигельбудов, и на все вопросы вам ответит распределитель Фарош. Платву мы загоняем опять. Так, там у нас банк, а кузнец у нас где-то тут. А ну-ка. Чувак, дай мне штаны. Да мне штаны как бы лучше. А ну подожди, а что ты можешь сделать? Для меня кое-что. Может тут что-то может уже мне изготовить интересненькое такое? Ну погоди. Доспех Школы Грифона. Так у меня он есть. Мне надо уже лучший доспех. Отличный, улучшенный. То все фигня. Так, 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 так. Перчатки Школы Грифона. У нас до сих пор еще не сделаны, потому что нету толченой плоти чудовища. А ее же как-то можно, наверное, приготовить, нет? Фиг ее знает. Отличные сапоги Школы Медведя. Сапоги Школы Грифона у нас есть. Штаны, улучшенные штаны. Так, понятно, тут короче все. А ну стой. А если... Скажем, скажем... Давай пока все у него починим. Разобрать. А если разобрать какую-нибудь такую вот херню из чудовищ получаемую, может мы получим толченую плоть сейчас? Ну, тихо. Нету такого. Глаз чудовища. Фиг знает. Не то. Тоже не то. Тихо. Глаз тоже. Фигня какая-то у нас от чудовищ, от этих. Где толченую плоть-то взять? Как ее взять-то? Сырое мясо. Это что? Заказ на чудовище из Доброва. Понятно. Короче, нету у нас толченой плоти, пока и хер знает, когда она нам предвидится. Подожди. Она получается из перьев грифона. Ты сотри. Так давай сразу забодяжим. Не, давай пока две забодяжим. Потому что мало, может мне еще перья понадобятся. Хорош. Теперь давай делай мне то, что я хотел. Перчатки. Ремесло. Так. Перчатки Школы Грифона. О, наконец-то. Сейчас будет полный комплект. Красавчик. Так, а теперь? А теперь, Лавка, где твои штаны там какие у тебя есть? Что у тебя вообще есть? Штаны убийцы. Давай тогда штаны убийцы. Лучший пока вариант из всего, что у нас есть. Потому что наши штаны улучшенные Школы Грифона пока не надеваются еще. Пока рановато носить. Так, это все продаем. Нахер. Топор, воина, дикая охота. Нифига себе топор. Но это как-то не мое. Я таким не сражаюсь. Топорами особо не люблю сражаться. Я больше по мечам специалист. Так, арбалеты все продадим пока. Все, как бы пока что нормально вроде как. Да, подожди, охотничьи сапоги, сапоги Кондотьера, сапоги Школы Грифона. А Кондотьера, смотри, даже выше, чем Школы Грифона дают бонусов. Пробитие доспеха. А ну нафиг, буду в Школе Грифона ходить и по барабану все. Ильфгардские перчатки можно уже продать. Это все тоже можно продать. Ладно. Пока что хорош. Пока что пойдет. Будь здоров. Давай переоденемся, будь здоров и пойдем потом к Трис. Потому что Трис нас уже заждалась. Так, так, так. Да одевай, что ты не одеваешь ничего. И вот так. Во. Красавчик. Правда штаны, конечно, у тебя божественные. Такое ощущение, что у него там через штаны семейки. Видно. Ой, Геральт, Геральт. Ладно, но все-таки это штаны убийцы, ты что? Таким доспехом пренебрегать-то не стоит. Ладушки. Трис у нас вроде как вечером поджидает, да? А пока что можно помедитировать. Сокровищница графа Ровина. А около полуночи? Нифига себе. Так подожди. Это нам аж до полуночи надо медитировать. Давайте помедитируем где-то около полуночи. И потом уже пойдем отсюда на своих двоих. Все, блин, еще и дождь пошел. Хотя ладно, дождь это лучшее укрытие от посторонних глаз. Мы что, будем нападать на Менге? На самих охотников за колдуньями? Это что туда значит? Это опасное, рискованное мероприятие, я вам скажу. Поэтому дождь самое как раз то, что нам для этого и нужно. Дождь нас прикроет, дождь нас скроет, нож кровь Менгес нас помоет, обмоет, смоет, да? Здорово, страшник, ты меня не видел. Доплачивать тебе, конечно, за молчание я не стану. Могу только глотку перерезать, но, в принципе... Блин, мне надо было идти к убийцам каким-нибудь. Тут есть гильдия убийц? Шлюха, иди отсюда, что ты лезешь на меня-то? Я сам на вас лезу, когда хочу, а вы не надо самодеятельности. Проститутка, отойди. Трис. Где же Трис? Фу, это харкает тут. Так, ребят, уже полуночь-то. Воры. Ладно, давай пока ждем Трис. Это же бордель, да? Или что это? Подожди, что-то похоже на бордель. Хе-хе, а башка-то как крути-то. Крути-то, так покрути-то. Хе-хе-хе, а башка-то как крути-то. Подожди, а че там эти фонари как у борделя? Нихера не бордель. Я же штаны нассал. Фу, блядь, штаны нассал. Ты падла, не мытая. А бордель, походу, где-то тут. А ну-ка, погоди. Ща пойдем, там у нас мщуя есть. Она нас еще помнит, надеюсь. Блин, что-то я не помню уже где этот бордель гребаный. Да нет, не тут. А там вон люди-ублюдка младшего ошиваются, смотри. Так, погодь. Смотрим еще раз. По карте написано, что бордель в этой стороне, если, конечно, я не ошибаюсь. Ну, блин. Так а хер ли они тут танцуют-то? Че-то мы себя сами запутали. Щас 30 придет уже, а мы еще в бордель не пришли. Ну, как так-то? Так несерьезно вообще относиться к делу. А так это ж воровское логово. Не-не-не. Яйца промокнут. Так не мочи. Спрячь их. Чтоб не промокали. Так, подожди. Трис, ну давай, ну скорее. Ну, е-мое. Сколько тебе идти, твою мать, ждать? Блин, сейчас борду себе подпалю. Ага, по твоей походке оно таки видно. Ребята, давайте потанцуем, а? Это не особо симпатичное, а вот это уже получше будет. Давай. Тоже покружусь тут с тобой. Хоп, 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 хоп. Ха, шлюха. Давай, давай, отходи. Хоп. Польку давай танцевать. Польку. Где триста, ну? Пошли пока задницу надерем этим ублюдкам младшим. Я же вас его босса-то уже убил. Вы че, алло? Ребят, а, это бандиты. Это просто бандиты. Шваль. Обыкновенная шваль. Которая особо ничего себе не представляет. Иди сюда. На, зараза. О, как красиво-то сделал. Хорош. А ты где? Да, вставай, давай. Все. Не благодари. Трис, ну, когда ты появился-то уже? Эти, сколько можно ждать? Слышь, а прикинь, она просто уже не придет, потому что ждала нас две ночи. Или там сколько? Я даже, наверное, больше, чем две ночи. Это, наверное, три ночи отсутствовал-то. То за Филиппой гонялся, то еще какие-то дела решал. То Роше помогал. То, короче, всем помогал, кроме Трис. А мы ей обещали, что придем сюда, и не пришли. И вот она ждала-ждала, думает, одну ночь еще, ладно, я подожду дополнительно потом. Две. Подождала две. Нихера нас нету. Иди ты в жопу, Геральт. Свои слова не держишь. Уже 23.58. Где она, ну? Может, она там наверху, нет? О, пришла-таки. Ну, Трис, я тебя... Вот за это я тебя люблю, знаешь. Одно из твоих лучших качеств. Ты всегда приходишь. Хорошо, что ты пришел. Послушай, присмотрелась я к казармам. Не нравится мне все это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот. Внутри полно людей. Мы не проберемся внутрь. Силой тоже ничего не сделаешь. Менге успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы. И надень на меня. Ты че, хочешь поиграть в сексуальные игры? Может, ты объяснишь, что происходит? Подумай. Если ты приведешь охотникам подлую Трис Мерегойт, они не то что ворота откроют, они тебя еще и к самому Менге проведут. Исключено. Это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Трис, подумай. Ты правда хочешь по собственной воле идти в Логово Льва? И к тому же скованный. Да. Я не могу тебе этого позволить? Приятно, что ты обо мне беспокоишься. Но я уже приняла решение. И не стану его менять. Хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше? Мы заходим, я приставляю Менге меч к горлу и спрашиваю, где Лютик? Не вариант. Менге гнида. Но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Ничего. Придется брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или еще лучше о самой Филиппе? Он ее ненавидит? Придумай что-нибудь. Что все, смотрю, Филиппу ненавидят. Стой. Я хочу тебя поблагодарить. Успокойся. На моем месте каждый был. Нет. Не каждый. Довольно. Чародейке краснеть не пристало. Так, Геральт, не спеши расстегивать ширинку. Все потом. А как же казна? Если мы что-нибудь узнаем, то хорошо. А если нет? Я думал, тебе нужны деньги Дикстера, чтобы помочь чародеям. Это правда. Но золото можно добыть множеством способов. Это сейчас не самое важное. Мне все это по-прежнему не нравится. Но что ж поделаешь. Пойдем. Ну погнали, посмотрим, что у нас получится со всего этого плана. А другого плана у нас таки нет. Геральт, помни, я сумею о себе позаботиться. О чем ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной, как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Цири важнее всего. Поэтому что бы ни случилось, просто делай свое дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да? Хорошо. Новиград. Доки. Чего надо? Я пришел за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привел? Это Трис Мерри Гольд. Мерри Гольд? Ну, проходи. Отти раз. Трис Мерри Гольд. Ты перешел с утопцев на чародеек? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопят самое большее. Рыбака за ляжки покусают. А они убивают королей. Плетут заговоры. Вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. Шутки кончились, Мерри Гольд. Раз и навсегда. Подвал ее. Подвал ее? Полегче. Я отдам ее Менге и никому другому. Да. Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Тоткнись! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику. Придется вырвать. Да, вы с чародейками умеете обращаться, когда их в цепях приводят. Это ты к чему? Никудышные из вас охотники, раз вас должен выручать ведьмак. Слушай, ты, мутант, с тех пор, как мы вошли в город, мы пустили по ветру сотню чародеев, алхимиков, доплеров и остальной падали. Так что не учи нас работать. И все-таки я мог бы дать вам пару советов. Потому что кроме Мэри Гольд я выследил еще и Филиппо Эльгард. Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха! Говори, где она! Не говори с ней так. А почему? Это же шлюха, так или нет? Может и так, но это моя шлюха. Я не позволю ее обижать. Ладно, ну ее, расскажи о Филиппе. Все ясно, рыжая, ты моя шлюха. Так что замолчи и дай мне подыгрывать. Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А Менге с такими не разговаривает. Тогда передавайте ему привет от меня и моей подружки Мэри Гольд. Добро. Бери ее и иди за мной. Ты никуда не отходи. Ну, хорошо. Беру ее. Так дай мне ее взять. И куда мы идем? Ох, нифига себе, где вы окопались-то? Что-то у вас темно, как у негров в жопе. У вас тут даже бочки с порохом есть. Хорошо. Очень хорошо. Пожар, искра возгорания, мало ли. Здесь мы разойдемся. Ты пойдешь к Менге, а Мерри Гольд будет за стеной. Я ее не отдам, пока не получу. Не тебе тут ставить условия. Дирк, ты знаешь, что делать. Ничего не скажу. Не тебе, не ему. Гордая, да? Ну, погоди. Вырву тебе ногти, так запоешь по-другому. Как хотите. Пойдем, ведьма. Покажу тебе, какие чары-мары можно навести обычными клещами. Менге че, некрофил? Какие-то странные рисунки, фрески у него на стенах. А вот и сам говноед сраный этот. Я сказал никого не впускать. Если только нет сведений о Филиппе Эйхард. А ведьма говорит, что есть. Каждый может так сказать. Начнем с указательного. Лучше с безымянного. Сорока-ворона кашку варила. Но не каждый приводит нам три с Меригольд. Да, я уже слышу. Сейчас я к ней подойду. Но сперва поговорим. Садись. Выпей, ведьма. Нет настроения. Пей, ведьма. Или живым отсюда не выйдешь. Так, действуем по плану. Цидорийская. Урожай 1261 года. Год резни в центре. Не врывайся. Сорока-ворона деда кормила. Сука. Посмотри, почему госпожа Меригольд так кричит. Может, ей чего-то не хватает. Горячего железа, например. Раз уж мы заговорили о металлах. Кубок из серебра. Я так понимаю, ты хотел проверить, не Доплер ли я. Сразу видно, что имеешь дело с профессионалом. А то. Осторожность никогда не помешает. Ты бы удивился, сколько моих собеседников превратились в вонючее заливное. Но, судя по твоему шраму, ты не всегда был таким осторожным. Ты еще не заплатил мне заведение. А охотники уже рвутся ее пытать. И что с того? Ты портишь товар, который тебе не принадлежит. Этому дала. Ублюда у меня. Этому дала. Никому она не давала. Только мне. Успокойся. Со мной ты в накладе не останешься. За Миригольд я выплачу тебе двойную награду. Чем обязан такой щедрости? Ну ведь ты отдаешь мне свою любовницу. Тебе полагается доплата за моральный ущерб. Я вижу, ты хорошо информирован. Тогда ты должен знать, что Трис предала меня первой. Она играла мной по поручению ложи. И теперь получила по заслугу. Трис, я не могу. Трис, я не могу. Я не могу. Я не могу. Для Лютика показательную казнь боксинг-фурти. Колесовать. Колесовать, содрать кожу и так далее. Это должно несколько успокоить гаража. И когда будет иметь место это успокоительное зрелище? Когда я лично отдам такой приказ. До тех пор Лютик останется в каземате под храмом Вечного Огня. Так что, боюсь, ничем не могу помочь. Но может мы сумеем договориться? Только сначала заглянем к Мерегольд. А то там стало как-то подозрительно тихо. Пойдем. Да, вот так вот ему, наконец-то. Оторви ему яйца, Трис. Он сказал тебе, где Лютик. Да, но... Ай, красава. Вот эта девка. Я должен заняться тобой. Нет нужды. Прямо сейчас. Для порядки. По крайней мере, ничего серьезного. До свадьбы заживет. Прости, что не вытащил тебя раньше. Не извиняйся. Я знала, на что подписываюсь. Ты немного успешила. В чем дело? Менге сказал, что держит Лютика на храмовом острове, в казематах, под самым светилищем. Он собирался его казнить в Оксенфурте. И что его выпустят из-за решетки только по приказу Менге. Отданному лично. Холера. Прости, Геральт. Я должна была подумать, но... Как я его увидела, то... После того, через что ты прошла, ты не должна оправдываться. Он... Он бы все равно не стал нам помогать. Даже если... Знаю. И хватит об этом. Надо решить, что делать дальше. Лютик пока что в безопасности. И в недосягаемости. С храмового острова его не вытащишь. Это невозможно. А Менге, надо полагать, больше не отдаст приказа, чтобы его оттуда перевели. Менге сжег какую-то бумагу перед тем, как мы вошли. Может, там было что-то полезное? Впрочем, мы этого не узнаем. Ты не можешь восстановить это письмо? К сожалению. Я чародейка, а не чудотворец. А ты могла бы его оживить? Может быть. Если бы занималась черной магией. Но так низко я еще не пала. Обыщем его. Верно. Может, у него при себе что-то полезное. В кармане у него ключ от двери. На, возьми. За пазухой. Ничего. Но... Погоди. Что-то в подкладке. Ну? Ключик от сейфа. Возьми. Передай Дикстре с приветом от меня. Сплошные тупики. Но ничего. Надо как-то обходиться тем, что есть. Может, все-таки попробуем отбить Лютика силой? Геральт, ты меня знаешь. Я всегда стараюсь найти решение. Я так просто не сдаюсь. Но здесь я не сомневаюсь. Это невозможно. Никто не бежал из тюрьмы под храмом. И никого оттуда не вытащили. А кто-нибудь пробовал? Пробовали, Геральт. Точнее говоря, я сама пробовала. Незадолго до того, как ты сюда приехал. И чуть не поплатилась за это жизнью. Лютика мог бы вытащить из тюрьмы только Менге. Да. Или кто-то, кто выглядит по кому. Доплер? Верно. Я думала о твоем знакомом Дуду Бивервельте, который принимал облик купца Незушка. Лютик говорил, что он был тогда убедительнее оригинала. До такой степени, что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон. Не моргнув и глазом. Хм. Только он скрывается. Может, Рисцилла что-то знает. Надеюсь. Послушай, я хотела еще кое о чем с тобой поговорить. Только не здесь и точно не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь... Прошу тебя. Уйдем отсюда. Хорошо, давай уйдем. Так, выбраться незамеченным из резиденции охотников, выбраться из штаба охотников за колдуньями. Понятно. Статьи обновились о Лютике, о Калибе Менге, который уже присоединился к еще одному уроду, ублюдку-младшему. Надо уходить другим путем. Тихо. Или придется драться. Нет, драться как-то не хочется. Тихо, вернись. А, типа надо отсюда уйти, да? Давай сейчас почитаем пока статьи. Что там у нас обновили? Лютики, Калибе Менге, да? Кэле. Кэле Мене. А, так... Этот садист и параноик даже в своем штабе постоянно держал при себе целую толпу вооруженных охранников, но поскольку моя жизнь была в опасности, мои друзья задумались и осуществили рискованный план, позволивший им встретиться с Менге один на один. Личное знакомство с Калибом Менге лишь подтвердило его репутацию безумного палача. К счастью, кинжал-3 собрал жизнь этого подонка и избавил мир от одного из самых мерзких созданий, каких только земля носила. Ну не скажи. Ублюдок-младший тоже был еще тот мерзавец. Лютик. Вот так вот. А что за Трис, сказано. Необходимо было найти подход к Калибу Менге и Трис предложила свой план, связанный с огромным риском для нее, но поскольку от этого зависела жизнь Цири, чародейка не колебалась ни мгновения. А мы все тут уже обыскали, потому что она-то нас зовет, чтобы мы уже шли и выбирались отсюда, но я не знаю, хер тут простыш. Может я еще не все видел? Это ж пыточная, да, получается, если я через пыточную... А тут я не пройду нигде, да? Так, полагаю. Ну погоди Трис. Сейчас я приду, надо обобрать их всех. Чтобы не просто так зашли. Чтобы это все добро не пропало даром. Так, если я сюда открою, хер его знает, что будет. Может нападут, поэтому давай пока пойдем за ней. А ты где? Ты тут? У Калиба Менге может еще пошариться. Может у него что-то интересное есть в офисе. Кстати, а где это вообще находится в убежище этого охотников? Ааа, в порту. О, короче, самое большое здание, да? Я понял. Где я расположился? А что ж тебя, если ты такой важный? Почему тебя не разместили там в центре города? Почему в самые ебени засунули? Такой ты важный был для них всех. Калиб Менге. Че Трис, че будем делать? Подожди, а там что? Ох, твою-то мать. Что такое? Ко мне! Короче, видимо мы с тобой незамеченными Трис не приперимся отсюда, да? Че, будем драться, да? Подожди. А если сюда? Давай, атакуй их. Хорош. Красотка. Не испытывай терпения. Я как раз хочу его испытать. Все, погнали. У нас там, кстати, еще яд повешенного был. Можно будет использовать. Незаметным выбраться отсюда, да вы что? О чем вы? Я не слышал такого. Сейчас мы вас всех перекрошим за Трис. И вот я оторвусь-то на вас всех за то, что вы ее пытали, уроды. Нехер было ее пытать. Мою подругу. Суки. Ах ты, твою мать. Подожди. А как вам такое? Охотники за колдуньями, мать вашу. Пошел ты, пошел ты, пошел ты, пошел ты, пошел ты. Вот и взрывы. Сейчас будет птичка. Хорош. Давай. Вечный огонь. Вот вам ваш вечный огонь, мрази. Нравится вечный огонь? Нравится в нем гореть? Уроды. Хорош. Давай, Герыч, молодец. Сражайся. Живым? Живым? Да ты что? А вы? Ребята, вы мне все нужны мертвые. Давай. Я знаю. Бываю иногда. Трис, а ты где? Я там был уже. Меня там не приняли. Увы. Жалкое зрелище. Жалкое зрелище, точно. Салдафоны не могут справиться с одним ведьмаком. Да что это такое? Бляхому. Подожди, сейчас они справятся. Справятся, справятся, сука. Тихо, аккуратно. Это всего лишь ведьмак. Всего лишь, конечно. Что там? Все нормально. Всего лишь ведьмак. Это не страшно, ребят. Серьезно. Что я могу сделать? По крайней мере, там, может, парочки из вас головы так отрезают, да? И больше ничего. Выбраться из штаба за... Подожди. А где триста? Куда она уже подевалась? Трис, алло. Нам пора выбираться отсюда. А, она уже выбралась? Ну и пошли отсюда, давай. Трис, я тебя не понимаю. Почему ты тут стоишь? Замок открыт, все. Валим, валим, валим отсюда, Трис. Черный ход. Вот сюда нам надо было выбраться. Но мы решили пойти по сражению. Что такое? Здесь мы разделимся. Но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру. Верно. Мы оставили здесь слишком много следов. Да. А кроме того, мне надо выпустить пар. Выпускай. Я тебе не мешаю. А я пошел, да? О! Сейчас она будет выпускать свой пар, Са-3. Хорош. Такая, как Шварценеггер, уходит от взрыва, даже не смотрит на него, да? Трис, да ты настоящий терминатор. О, красотка. Это просто шикарно, даже на это посмотрю. Подожди, вот какая-то вот она вообще дает. Давай, 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 хорошо. А нам куда уходить? А, по крышам, походу, по верху. Хорошо. Я убираюсь отсюда немедленно. И тебе советую сделать то же самое. Да я тоже уберусь. Только не через телепорт. Пока, Трис. Пока, Трис. Все, в принципе, мы разобрались с Калебом Менге, с охотниками. Больше они никому не повредят, никого пытать не будут. Наши подруги-чародейки в безопасности. Теперь осталось рассказать Дикстри о том, что стало известно. И потом к предстиле зайти, спросить у нее о Дуду. Где он может вообще ошиваться, он же тоже нам может помочь найти Лютика. Он даже должен помочь, потому что Цири его спасла, теперь за ним должок. Все, а пока что оставайтесь с нами. С вами был Морган и Геральт из Ривии, собиратель бутылок. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»